Дружим домами, городами и странами. Здравствуйте! Вы смотрите программу Город С. С вами Марьяна Мирная. Говорим сегодня о Дне Самарского знамени. В гостях заместитель руководителя Департамента культуры, туризма и молодежной политики Евгения Мищенко и начальник отдела дополнительного образования Департамента образования Марина Анатольевна Бажанова. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Евгения Борисовна, Марина Анатольевна, ну вот ждем с нетерпением и 18-е, и знаю, что 20-е мая, потому что на оба этих дня запланировано большое количество событий праздничных в городе Самара. Давайте, наверное, начнем от печки немножко. Да, почему вообще, собственно, этот праздник, такой день Самарского знамени появился? Почему мы участвуем в русско-болгарскую дружбу? Почему вспоминаем об этом? Улица Старозагора, да, 50 лет в этом году мы отмечаем. Почему решили вдруг? У нас же много всяких разных улиц, но именно улица Старозагора 50-летие мы отмечаем. Ну, Марин, наверное, совсем не вдруг, потому что Старозагора. Эта улица носит название в честь нашего города-побратима в Болгарии. Совершенно замечательный город. Наша дружба, она не возникла случайно, либо недавно. Этой дружбе действительно уже около 140 лет. Началась эта дружба очень давно, в 1876 году, тогда, когда наши жители города в поддержку братского, славянского, болгарского народа вышли уникальное Самарское знамя, создали его здесь. К этому приложили свои мастеровые руки монахини Иверского монастыря. Это знамя было отправлено в Болгарию. И именно 18 мая 1877 года, это мы как раз в преддверии такого юбилея, 140 лет передачи знамени болгарским ополченцам, именно в этот день и состоялась передача нашей бесценной реликвии. И, ну, наверное, не буду я уже возвращаться ко всем историческим вот этим вот эпизодам. Наверняка у вас в гостях уже были и историки, и краеведы, и подробно рассказали об этом. Но для нас это не только история и не только память. Для нас это наше настоящее. Почему? Потому что именно Самарское знамя стало прообразом нашего флага. Флага города, флага Самарской области. Поэтому это наш символ, это наша жизнь, это наше настоящее, наверное, и будущее. Поэтому и Старозагоры, и Болгария для нас не просто вот такой вот друг. Это наш город по братьям. Это наши большие, наши славянские братья. И много человек принимает в разных стезях, так скажем, да, много людей, организации принимают участие вот в глобальном смысле во всем этом событии, да, которое продолжительное достаточно время является. Школьники, да, тоже у нас и студенты, и школьники, очень большой молодежный, так, молодежное движение, я бы даже сказала, которое тоже приложило руку и силы. Не остались в стороне от этого события. Значит, значит, людьми. Потом школьники вели поисковую работу тех школ, которые расположены на улице Старозагора. Они вели поисковую работу, находили этих строителей, находили каких-то жителей, которые там жили, находили интересные факты, связанные с улицей Старозагора. И не случайно именно 20-го числа на набережной, где будет проходить мероприятие, развернется стендовая экспозиция, которую ребята подготовили. Вот именно там будет весь материал, собранный ими. Скажите, ну вот я знаю, что 132-я школа у нас является таким передовиком в этом вопросе, и часто, ну не часто, несколько раз, да, получается, ездили, наши ребята ездили в Болгарию. И, соответственно, от них тоже приезжали к нам преподаватели, какие-то ученики. Вот это, может ли это в какой-то глобальный перерасти, вот такой образовательный проект, да, меняемся странами, меняемся образовательными. Это уже как образовательный проект, это славянские чтения, уже переросло, и дружба вот болгарских ребят и наших ребят из 132-й школы, она уже идет и через семьи, потому что ребята, приезжая в Болгарию, в Старозагору, они живут в семьях, и ребята, которые в этом году приехали из Старозагора, из школы имени Максима Горького, тоже жили в семьях наших учащихся. Это будет продолжаться? То есть есть такая, да? Конечно, конечно, есть такая тенденция. И они с удовольствием приезжали. И, кстати, когда подводили итоги в 132-й школе, вот все вместе, все участники разучили болгарский танец хора. Это совершенно потрясающее было вот такое вот действие, когда танец вместе объединил всех, он очень легко разучивается под музыку. Как бы инициатором вот этого танца стала директор школы от Максима Горького со Старозагору. В общем, был замечательный такой вот праздник прошел. Буквально несколько дней назад приезжала к нам и делегация, еще одна из официальной делегаций из Болгарии. Кто знает, как проходила эта встреча? Может быть, за кулисами уже что-то, какую-то информацию? Может быть, о чем-то договорились? Что говорят в департаментах? Может быть, какие-то секретики? Как говорят, Марьян, встреча прошла в теплой дружественной обстановке. Наши гости побывали на всех праздничных мероприятиях. Действительно, это были крупные масштабные зрелищные совершенно события. И парад, и вечерний концерт. Все это они увидели своими глазами. Побывали на 3D-представлении на площади Слава 8-го числа. Поэтому они вот застали самый такой вот пик нашего празднования Дня Победы. И руководитель делегации, он как раз имел слово на площади Славы. Это было лаконично, ярко. Он сказал «День Победы! Ура!» Я думаю, это действительно общий для нас праздник. У нас есть сюжет о приезде этой самой болгарской делегации. Давайте его посмотрим и вернемся в студию. Обратимы так навеки. Самара и Старозагора готовят огромную программу празднования годовщины российско-болгарской дружбы. На протяжении всего года в Самаре проводятся мероприятия в честь 140-летия Самарского знамени, 50-летий улицы Старозагоры и 60-летий по-настоящему родственных взаимоотношений между двумя городами. И этот год должен открыть новый уровень межгосударственных контактов России и Болгарии. Эта тема становится центральной на встрече главы города Олега Фурсова с болгарской делегацией. Сегодня Болгарию-Россию связывает не только общая историческая память, но и многолетний опыт сотрудничества в сфере культуры, образования, промышленности и экономики. Несмотря на события, происходящие сегодня в мире, мы будем продолжать развивать дружеские отношения между нашим городом и Старозагорой. Уверен, что найдутся и новые направления для нашего дальнейшего сотрудничества. О том, что 140 лет назад самарцы помогли братскому народу сбросить османское иго в Болгарии, не забывали никогда. Заместитель мэра Старозагора Иван Кассатирова рассказывает, с каким трепетом сегодня в городе относятся к знамени, которое 140 лет назад вышли монахини Самарского Иверского монастыря. Оно стало одной из самых почитаемых святынь на болгарской земле. Оригинал хранится в Национальном музее, и это единственное полотнище, награжденное Орденом за храбрость. Мы отмечаем 3 марта национальный праздник Болгарии. В этот день происходит одно из самых важных событий. Мы переносим огромное знамя из центра города до монумента Самарского знамени на расстояние более 3 километров. Сегодня в Болгарии, как и в прежние годы, многие говорят по-русски, а россиян в болгарских семьях принято считать братским народом. За укрепление побратимских отношений глава города Олег Фурсов вручил награды. Это почетная грамота главы города и нагрудный знак. Сегодня у наших городов не меньше общих интересов, чем 30 или 60 лет назад. Так же, как в Самаре, одной из самых красивых считается улица Старозагора, в болгарском городе есть свой самарский квартал. Мы хотим, чтобы самарцы переоткрыли вновь Старозагора. Не только как город русской славы, бойной славы, но как дружественный город. Там люди, которые будут вас встречать как братья, как сестры. Слова Емила Христова можно расценивать как приглашение к тому, чтобы как можно больше самарцев посетили Старозагору. Ведь у России и Болгарии гораздо больше общего, чем с какой-либо другой страной. Похожий язык, одна православная вера, исторически сложившееся славянское братство. Очень много людей в Самаре могут просто в своих домашних археях найти памятные фотографии, связанные с Болгарией, то ли с поездкой Болгарией, то ли встречей с Болгарией. И это такая вот бытовая настроенность на дружбу, она гораздо важнее любого официоза. Что нас ждет 18 числа, когда само непосредственно будет вынос, торжественный вынос Самарского знамени? Кто приглашен? Какие люди? Куда? Потому что я знаю, что будет часть открытых мероприятий, часть будет более закрытые какие-то концерты или что-то. Совершенно верно. 18 мая, день в день, в день Самарского знамени, в Самарской государственной филармонии пройдет торжественное городское собрание. На него приглашены общественные деятели, конечно, наши депутаты, всех районных советов, представители творческих союзов, всех образовательных учреждений, сфер и культуры, образования, и социальной защиты, ветеранские организации, общественные организации. То есть буквально весь спектр наших активных людей, которым это интересно, которые живут жизнью городской, они будут как раз на этом собрании. Ну, конечно, ожидаем и почетных гостей, но это уже будет на самом собрании, все это мы увидим. И именно здесь мы подробно и языком, наверное, культуры, музыки, литературы расскажем об истории создания Самарского знамени, о том, что такое Самарское знамение для нас сегодня, что такое дружба народов для нас сегодня. Все это будет именно на этом торжественном собрании. Перед тем, как посетить уже концертный зал, посетители нашего собрания смогут посмотреть выставки в фойе филармонии. Это будут литографии болгарских художников с изображениями времен русско-турецкой войны. Это будет экспозиция музея Алабина, который тоже с огромным удовольствием активно подключился к этому проекту. То, что мы увидим в фойе, это уже будет интересно, то, чего фактически не очень-то и видели и не очень знаем. А в самой филармонии, конечно, это участие нашего давнего, доброго партнера Академического симфонического оркестра под управлением маэстро Михаила Александровича Щербакова, народного артиста России, будет у нас задействован наш самарский замечательный артист Геннадий Андреевич Муштаков, артист театра «Самарская площадь», народный артист Республики Башкортостан, тоже наш такой вот знаковый человек, человек, который здорово владеет художественным словом, конечно. Это вот мы это ожидаем. Наши самарские артисты примут в этом участие, которые специально болгарские песни разучивают. Есть такая чудесная песня «Хубава». Мы ее услышим в этом исполнении, в их исполнении. Приедут представители общественного движения «Русофилы», те, кто нас любит и знает из города Софии, из столицы Болгарии. Приедут представители Московского общественного фонда культуры. Возможно, еще будет, возможно, гость этого мероприятия, один из, так скажем, самых ярких представителей болгарского народа в России. Но вот пока я не буду говорить, этот вопрос уточняется. И что тоже интересное произойдет. Вот эта вот делегация из Софии, и москвичи, вот гости этого мероприятия, они привезут с собой еще одну копию Самарского знамени. Оно было создано порядка 20-15 лет назад в Москве, но оно побывало в рамках молодежной экспедиции в Софии, оно побывало на мемориале Самарского знамени, то есть оно тоже вот такой вот долгий путь прошло. И сегодня оно прибывает уже в Самару и будет передано уже в дар на вечные хранения в музей Алабины. Это если мы говорим про дневную программу, то есть с четырех часов, а еще и вечерняя программа. Вот наши дети закончат выступление, и уже с восьми вечера состоится такая уже взрослая программа. Мы увидим здесь и самарских артистов, они будут предварять выступление хайдлайнеров наших совершенно замечательного, популярного, профессионального, красивого коллектива арт-группы Хор Турецкого. Теперь уже совершенно можно официально. Все на большинстве уже в наших праздниках очень приятно, что они там с удовольствием приезжают в наш город. Они нас очень любят, любят наш город, они наши друзья, мы с ними действительно в совершенно прекрасных отношениях. Только вот если появляется возможность, они с удовольствием приезжают и выступят с патриотической программой. Вход свободный? Вход свободный. И для пожилых людей, которые уже будут тут у нас, кто-то пожелает прийти, можно будет разместиться в портере на 200 мест. То есть будут, да, все-таки для пожилых? Ну да, все-таки это стоит прийти. Мероприятие состоится при любой погоде? При любой. Да, у нас уже традиционно все интересные мероприятия при любой погоде. Ну а в целом вот надо сказать, что вот я, наверное, часто повторяю такую фразу, нельзя любить то, чего не знаешь. Да. Поэтому, когда мы изучаем, прикасаемся к чему-то, мы это и потом любим. И дети так же. Они пока не знали, они это не любили. Теперь они это знают, и они это любят. Вот практически с языка сняли, тоже хотела про это сказать, потому что очень такая интересная программа, экскурсионная для волонтеров, была тоже в Самаре разработана, чтобы наши же ребята при случае могли и своим друзьям, и, может быть, приезжим каким-то людям из других городов, из других стран, допустим, из болгарской делегации, рассказать об этой улице Старозагора, о которой дети сами, может быть, и не знали, но теперь, к счастью, знают. У нас есть небольшой сюжет о той экскурсии для волонтеров, 50 человек волонтеров, которые теперь могут любому человеку и гражданину показать улицу Старозагора со всех красивейших сторон. Смотрим. Единственное полотнище, которое наградили Орденом за храбрость Республики Болгария, это Самарское знамя. В музее Приво хранится его копия, оригинал в Софии. Самарское знамя было вышито монахинями Иверского монастыря для поддержки болгарского народа и побывало во многих боях, вдохновляя солдат в борьбе за свободу болгар от турецкого ига. Это та копия знамени, которая заполнена болгарами, в 1980-х годах. Волонтеры, проходящие обучение для участия в мероприятиях, приуроченных полувековому юбилею улицы Старозагора и 140-летию русско-болгарской дружбы, уже много слышали о знаменитом знамени на лекциях, но видят его впервые. Это одна из основных, завершающих, можно сказать, частей этого обучения, чтобы ребята увидели копию Самарского знамени, это очень важно. Чтобы со знанием дел, волонтер с полной осознанностью подходил к тому, для чего мы обучаем его этим компетенциям, чтобы знал глубину. Волонтеров готовят к торжествам по программе «Максимум», чтобы те могли владеть информацией в полном объеме и ответить на любой вопрос самарцев и гостей города о русско-болгарской дружбе. А потому, кроме лекции и похода в музей, ребята пообщались с заслуженным строителем России Виталием Симоновым, который участвовал в создании улицы. Живу рядом, моя школа находится на этой улице, и там всегда гуляла, но некоторые подробности, которые я узнавала на лекциях, это было у меня потрясением. Я не знала, как она называлась ранее, например. Я не знала, что тут тот сквер, в котором мы всегда гуляем, а Костон болгарский. Ребятам так не терпится поделиться своими знаниями, что, не дожидаясь приезда гостей из Болгарии, они самостоятельно проводят экскурсии для своих друзей и знакомых. Всегда очень было интересно, что же за фреска на доме, откуда она появилась, это еще с тех лет, когда была улица, когда строилась. Это еще с тех лет, когда застраивалась улица, при строительстве дома, как и есть. Там известно, кто эти люди, которые на этой фреске. Это непонятно. Это русский болгарин. Просто, да, такие хаотично взятые русский болгарин. Конечно, да. Два брата. Два братских народа. Смотрите, очень хочется, чтобы не затихла, так скажем, вся эта история, потому что такое часто все-таки бывает, что когда к какому-то событию, к какой-то дате, все так активизируются, поднимаются, начинают какие-то там праздники создавать, концерты и прочее. Прошла дата, все, забыли, как будто и не было. У нас как будет история обстоять? То есть в школах, я так понимаю, не закончится у нас. Да, все начинается. У нас вот, например, в центре «Искра» будет создан и открыт музей, посвященный вот этой знаменательной дате. И все материалы, помимо того, которые уже там сейчас собраны, ну, все материалы, вот все видеоролики со встречами, все вот какие-то исторические костюмы, все будет собрано там, и вот в память вот о проведении этого мероприятия, этого праздника, посвященного 50-летию улицы Тарзагуру, вот будет все храниться в музее. Ну, я думаю, что это только старт, на самом деле. Да, потому что день Самарского знамени уже установили, правильно? День Самарского знамени установлен законом Самарской области, как памятная дата нашего региона. Соответственно, каждый год она будет у нас, да, существовать теперь? Она каждый год, конечно. Ее установили, начиная с конца 2014 года, ну, в 2015, наверное, пока подходили, как бы осознавали. Поэтому совершенно нам понятно, что прекрасная дата, она особенная совершенно для нас, и есть чем гордиться, есть что изучать, и что праздновать каждый год. И, может быть, по-нарастающий. Ну, и такое принятие, правильно, да, конечно. Вот еще остается буквально полторы минутки, но хочется вот о чем. Артисты наши и в этом году, и в прошлом году, в 2015, по-моему, году, да, ездили в Болгарию, значит, тоже с гастролями, но вот болгарских актеров вот у нас давненько не было. Может быть, мы их как-то есть планы пригласить? Планы есть, но в этом году пока вот мы все это прорабатываем. Мы понимаем, что к нам приедут из Болгарии не актеры, но артисты. Это трио Старозагорской оперы. Ой, как интересно. Приедут они к нам на День города. Вот это то, что мы ожидаем. Это вот точно, это уже подтверждено. И мы направляем нашего прекрасного художника, членов Союза художников России, заслуженного работника культуры Владимира Ивановича Башкирова, для участия в международном пленэре «Дружба» именно в Старозагорье в июне месяце. Ну, вот пока такие, ну, первые, может быть, ласточки, контакты. Прекрасные, мы немножечко эти критики раскрыли. Спасибо вам огромное, что пришли. С нетерпением ждем выноса Самарского знамени на наши улицы. Собретение. Прощаюсь. До следующей пятницы проведите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин